Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро! 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 корни корни идут в так называемые курсы усовершенствования оперативного или офицерского состава вот этому сергея должны будем спросить он прояснит вот это были люди которых собирали под москвой я все время боюсь перепутать какую-то деталь поэтому буду говорить достаточно в общих словах и эти люди проходили очень тщательный отбор потому что вымпел попадал один человек из тысячи и выбил был образован по решению политбюро ни много ни мало фактически это высший орган руководства страной они могли брать кого угодно и откуда угодно и прежде всего это были люди инициативные люди которые не терялись ни в каких обстоятельствах которые могли действовать в одиночку и это не были люди которые расшибали лбом кирпичи это был единство индивидуальности даже обучение рукопашному бою это у сергея мы спросим но я знаю точно рукопашный бой выбирался для каждого который ему подходил для кого-то это был просто бокс для кого-то это было каратэ для кого-то это был армейские рукопашный бой и плюс к этому это были интеллектуалы ну как нужно 34 даже люди знали два языка и это было подразделение когда она создавалась для работы за границей вымпел не работал по советскому союзу потом когда все изменилось конечно вымпел стал антитеррористическим подразделением ну а уж я один раз просил у сергея сергея спросил а сколько станет известным операций из которых ты принимал части которыми ты руководил 100 процентов 5 то есть 95 процентов такая станут за секретными навсегда но вот в рамках даже последних новостей которые приходят с этого фронта в частности этот громкий шпионский скандал который потряс наши уж не знаю насколько дружественными странные соединенные штаты америки российскую федерацию летние до с выдворением 10 шпионов которые работали нелегально на территории соединенных штатов америки после этого появилась очень тиражируемое мнение информировано как обычно это бывает источника из кремля который говорил о том что никто не этот человек это в результате предательства которого был была раскрыта эта сеть нелегалов не уйдет собственно говоря от наказания да и и конечно же ссылались на эту и знаменитую историю с троцким да карающая рука советского союза которую которую достигла ну операция утка в ходе которой был ликвидирован троцкий это была многоступенчатая операция которая постоянно сталкивалась различными сложностями потому что первый замысел первый план этой организации он был забыт потому что 37 38 год несколько случаев ухода высокопоставленных советских разведчиков противнику или просто они не возвращались среди них попадались фантастические совершенно личности и если бы я не знал что это так например такой человек как александр орлов и если вы мне рассказали его историю я в стране ну это придумано это дешевый шпионский роман и в конце концов не жалели не средств конечно и все возможности были задействованы и в конце концов в москве этой операции руководил павел анатольевич судоплатов тогда еще очень молодой чекист а на месте операции уже руководил на умы тингу и сейчас же ведь у нас есть закон о разведке и вот тогда никаких законов не было тогда было указание инстанции как говорили и по этому указанию людей выкрадывали хотя хотя в советское время например я сам видел по телевизору интервью вымпеловцы или как их более фамильярд называют вымпела вот я видел звезда героя по моему лицо было затемнено и спросили а за что у вас звезда героя за доставку предателя родины под суд сегодня интереснейший гость у нас гостях леонид владарский ожидаем с действительно в москве жутчайшие пробки человека которого мы уж точно увидим и услышим сегодня в эфире это сергей шестов ветеран на группы вымпел доброе утро необычный понедельник сегодня на маяке отсутствует сергей владимир витус по уважительной причине в студии виктория прекрасная ольга и наш специальный гость леонид владарский еще человек эпоха я бы так сказал действительно сообщение приходит правильный человек легенды человек эпоха с этим человеком лично у меня связано все детство потому что даже в этом небольшом городе курган тюбэ где-то на юге таджикистана были первые видео салоны в которых я посмотрел первые американские фильмы и эти фильмы были озвучены вашим голосом я думаю но мы не сможем обойти эту тему я понимаю что будет звучать достаточно банально я попытался разобраться в бя вашей биографии но совсем совсем очень поверхностно насколько я понял вы знаете ну как минимум английский это знает это знает вся страна что вы синхронно вы имеете возможность переводить с английского но во всяком случае что говорит нам энциклопедия французский испанский итальянский язык еще не врут не врут эти языки у меня в дипломе я с ними закончил и не яс и я так понимаю да московский государственный институт иностранных языков закончили собственно говоря есть уникальная аннотация что в журнале юный техник номер 10 за 1981 год а был напечатан рассказ стивена кинга сражение автором перевода которого были именно вы то есть это 1981 год а когда впервые вы соприкоснулись собственно говоря с тем что принято сейчас называть там хоум видео данных выхо как как-то предложил эти эта история следующая советское время существовало так называемая я повторюсь система закрытых просмотров что это было такое фильмы я не буду останавливаться на этом определенным образом достаточно легальным попадали в советский союз все почти фильмы американские английские итальянские но эти фильмы никто не покупал и уж тем более их нельзя было показывать на широком экране поэтому и показывали узким экраном до широкого зрителя все это доходило только на фестиваль естественно эти фильмы надо было переводить и люди вот переводчики которые работали от фестиваля к фестивалю а между фестивалями они переводили вот на этих закрытых просмотрах чем более авторитетным было заведение тем больше не было возможности заказать американский вестерн или детектив итальянскую любовную драму французский детектив с аллен де лоном который но никто не видел и не увидел бы и я помню в конце 79 года я пришел к одному своему знакомому и он говорит а ты газету не читал сегодня я бы нет как-то руки не доходили а значит сегодня вместо программы время будет великолепная семерка я на него так осторожно посмотрел глаза вроде никаких не вы сумасшедшенки в глазах нету адекватный нормальный человек сидит ровно в девять часов начинать телевизору великолепная семерка но почему-то черно-белая это написать мое состояние невозможно было потом он сдернул покрывала и под этим покрывалом стоял аппарат касси катушечный это был какой-то советский катушечный видеомагнитопон один из первых а уже в начале восьмидесятого года советский союз начали приходить кассета но их же опять же надо было переводить и вот среди тех переводчиков которые переводили на фестивалях на закрытых просмотрах и нашли переводчиков которые потом начали переводить видео но насколько я понимаю это все это была какая-то нелегальная история до которая эти кассеты распространялись из рук в руки вот тут есть одна тонкость все это было легально пока не появлялись деньги пока одна кассета за деньги не передавали руниру другие руки но для вас это было прибыльно вы знаете я скажу так что никаких каменных дворцов и ролс-ройсов со стон-мартинами на это дело не удалось приобрести но это был вполне приличный заработок по тем временам его наверное можно характеризовать русской присказкой то густо то пусто вдруг ты переводишь 7 фильмов день 5 фильмов день 3 фильма 24 опять потом где-то неделю ничего не приходит потом опять начинает переходить но вообще это был конечно поток я просто помню когда мы смотрели фильмы с вашим переводом и но это как-то тогда было принято собираться и смотреть там сегодня мы посмотрим такой такой-то кинчика я помню у нас был друг переводчика он говорил да это вот владарский так зажимает но чтобы его не узнали потому что вот это преследуется я говорю на почему же тогда он зажимает носа фамилия ими как бы она известна вот это мне было вы зрите прямо в корень по той простой причине что достаточно быстро состоялось первое дело по переводу пове по торговлю торговлю видео это было статья она называлась незаконный промысел а у нас была договоренность что он мне денег не платят стоять денег у него не беру почему потому что мне в любом случае ничего бы не было а ему было бы за наемный за незаконный наемный промысел с использованием наемного труда обязательно бы вот что-нибудь такое и как только продавалось да 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 тогда уже ну когда человека задерживают у своего дома при нем сумка в которой лежит 60 кассет на каждой из которых одна и та же эммануэль ну это даже самого наивного человека наведет на подозрение а меня естественно звали свидетелем у любого человека которого задерживали за видео находилась к это кассет с моим переводом и как же я пришел в первый раз мне говорят вы переводите я говорю да перевожу и по моему они были очень удивлены этим ответом я говорю да я перевожу моя переводчик мое дело переводить и они мне тогда сказали что мы слышали эти истории про прищепку я говорю какая прищепка больно завить прищепку на нас надевать огурцы все наверно голос идентифицируется 100 из 100 это лучше чем от печатки пальцев ну а действительно вот это вот тогда у меня нос сломан в двух местах автокатастрофа авария извинчали миф а второй раз обычно эпоха мне кажется что люди все как один ты что он там с прищепкой я бы нужен всех разочаровать и даже я хотел вас попросить да но не успел я просто я готов ответить на любой вопрос кроме плечи насколько я понимаю но тысячи фильмов были переведены да с вашим участием и насколько я понимаю все это синхрон то есть если дело ставится на поток да и речь идет там а пяти семи там десяти фильмах в день который перевозит 5-5-7 был максимум 7 максимум хорошо это поток то есть вы просто действительно вы понимаете вот говорят люди иногда вот ты тогда плохо переводил я ему говорю а у меня я даже иногда заикался как бы тут посмотреть ты чуть-чуть хотя бы минут 15 чтобы привыкнуть к тому как люди говорят не горит как и 1567 фильмов тут лежит это надо быстро переводить садись и переводить иногда правда когда я точно знал что фильм хорошая по прессе следил за кино я говорю вот это вот я буду смотреть да обязательно один раз посмотрю потому что перевод сходу и перевод хотя бы после одного просмотра это совершенно две разные много привирали вы понимаете главное не молчать но с другой стороны я вам могу сказать что вот в тридцатые сороковые пятидесятые годы голливуд управлялся целым кодексом гласных и негласных законов договоренности например если вы изучаете язык то лучше чем американские фильмы 30 и 40-х годов как учебное пособие нет четко ясно все выговаривается если что-то непонятно так и по сюжету должно быть значит не имеет никакого значения а извините меня когда пьяный индейец говорит засунув палец в рот тут возникают определенные трудности но молчать нельзя на экране персонаж говорит можем вопрос еще такой я представляю какой объем материала просто был пересмотрен но даже если мы исключаем те вещи которые вам приходилось заранее смотреть ну просто там прошло и насколько я помню там 5-6 тысяч до фильмов там где-то тогда да вот с позиции времени уже вот восьмидесятые 90 уже ты уже уже новый век наступил да мы уже заканчиваем первое десятилетие 21 века качество фильмов голливуда а восьмидесятых девяностых годов и того что сейчас вы видите на большом экране если у вас есть но находите время посмотреть кино которое сейчас выпускает та же самая фабрика звезд насколько насколько разительно про отличается в лучшую хуже сколько интересней сталки вы знаете лучше вам скажу по этому поводу я считаю что золотой век мирового кино 60 70 80 и может быть начало 90-х годов хотя огромное количество потрясающих фильмов были отснятые в тридцатые и в сороковые технические возможности сегодня конечно несусме несусветные аватар тот же самый вспомню но мне кажется сегодня настолько четко просчитана зрительская аудитория а это речь идет именно о тех кто принесет деньги в кассу что уже даже рецепт есть по моему ни один фильм в который были вложены колоссальные деньги аватар титаник все фильмы катастрофы он не потерпел убытка и из-за этого мне кажется качественный уровень кино немножко упал не немножко а просто потому что иногда сидишь целыми не несколько недель вот сейчас такой момент например мы с приятелем все собираемся пойти в кино но не хочется смотреть лабуду дрянь какую-нибудь хочется посмотреть или даже если ты хочешь развлечься хочется качественно развлечься например развлекательное кино ну смертельное оружие 1 2 3 афера фильм 70 вот я очень часто сталкиваюсь знаете с каким подходом всем чертый год к старию чего его смотреть если человек не видел фильм афера с полом юманом и робертом рэдфордом он столько потерял он лишил себя колоссального удовольствия аэроплан аэроплан а если мы а вот скажите пожалуйста практически пропали умные комедии которые построены на диалогах а в свое время это была специальность голливуда они такие комедии делали не часто потому что хорошего в мире вообще малы и кино хорошего малы и хороших мало но они появлялись а сейчас появляется комедия где у юмор на уровне ниже пояса я до сих пор помню по моему всемирную историю живые переводили вы знаете мне виктория было так несколько человек скажем мягко распространяли видео в москве у каждого был свой переводчик и поэтому очень многие фильмы и по сегодняшний день существуют с разными переводами очень смешной фильм это очень смешной но кстати говоря очень хороший вопрос из челябинской области на смс-портале майка 5533 со словом маяк а на каком языке думаете как человек который безусловно владеет это миф вы знаете это миф что люди которые хорошо знают язык думают по-английски ничего подобного просто вот это вот временной зазор между тем когда ты получаешь информацию на русском и даешь ее на английском или на английском и потом это переводишь на русском у человека у профессионала он очень маленький и вот думать ну и хорошо я же у меня русский язык родной естественно ну как я могу думать у нас гостях сегодня леонид володарский не просто гость человек эпоха человек легенда надеюсь что в следующем часе здесь же окажется сергей шестов ветеран на спецподразделения вымпел сегодня в день чекиста и думаю что у нас нас ожидает очень интересный разговор наш специальный гость сегодня леонид володарский взорванный наш форум и смс-портал майка пожалуйста заходите тройной даблый точка радиомаяк точка ру видео трансляции человека эпоху можно увидеть у нас сегодня в живую кстати говоря в следующем часе мы ожидаем все таки очень надеемся что до нас до нашей студии несмотря на все пробки на все заключения доберется специальный наш гость сегодня не в канун праздника сегодня в день чекиста мы пригласили к себе в частности даже не мы а леонид пригласил сегодня к нам в студию ветерана спецподразделения вымпел сергея шестова очень надеемся его здесь увидеть и думаю что нас ожидает очень интересный разговор есть много вопросов виктория но прежде всего люди спрашивают как те времена происходил перевод технический чечнически это было два видеомагнитофона один из которых был с аудио дайвингом в один видеомагнитофон вставлялась кассета оригинал она другой видеомагнитофон начитывался и на голос переводчика после этого я не очень силен в технике голос переводчика накладывался на оригинал и оригинальная кассета уже была с переводом с оригинальной кассеты все расписывалась и продавал какой самый удачный на ваш взгляд фильма и ваша озвучка и отдельный вопрос о курьезах расскажите пожалуйста не ну курьезы какие курьезы работа она и есть работа существует я такая байка о вашем переводе в живую на показе фильма челюсть ходит она по интернету ну то есть оставим это было нет это вот это не байка это не история реальный случай совершенно это реально скажите давайте слушатели думаю сами найдут у нас в интернете не пугать уж совсем ну и по поводу самого фильма на ваш взгляд удачного любимого нужно сказать потому что но любимых фильмов но у меня 50 наверное может быть даже что у меня любимых фильмов я могу назвать первое что мне приходит на ум однажды в америке конформист однажды на дальнем западе я очень люблю старое американское кино очень люблю такой фильм как мальтийский сокол но здесь я абсолютно уверен очень много людей просто не разделяют они не разделяют мою любовь ну фильм 40-го года ну старый фильм афера тоже шикарное кино да сегодня говоришь потрясающий фильм потрясающий фильм я с огромным удовольствием посмотрел аватар потому что вот понимаете мы привыкли к тому что если мы говорим великий фильм то мы обязательно считаем что это серьезное кино но ведь есть великое развлекательные кино вот афера она стоит для меня в одном ряду с аватаром это кино которое тебя развлекает но невозможно же все время быть серьезным говорит о серьезных вещах и смотреть серьезные кино но главный вопрос который здесь задают наши слушатели это конечно же смотрите ли вы фильмы которые вам нравятся именно в собственном переводе когда в либо предпочитаете в оригинале никогда в жизни я не смотрю фильмы в своем переводе я стараюсь конечно смотреть фильмы в оригинале а потом вы знаете я посетую на то что переводы то нынче уровень упал и упал ой как и мне не обязательно смотреть оригинал я по русскому тексту понимаю где ошиблись выбрежете или действительно стали просто владеть языком нет поток идет идет колоссальный поток фильма вы посмотрите сколько показывают по телевидению мы просто сразу оставим качество этого кино за скобками и здесь ведь как переводчик должен перевести и редактор должен это отредактировать а нужно очень много переводить не поспевает спасибо в следующем части продолжим мы ждем специального гостя к нам сюда в студию доброе утро москва доброе утро россия понедельник понедельник снежный сегодня нет с нами сергей владимира и диджея витуса по уважительным причинам с нами в студии виктория прекрасная ольга наш специальный гость сегодня леонид володарский не менее специальный гость это сергей семенович шестов доброе утро руководитель международной общественной организации вы импел полковник запаса ну и неспроста этот этого человека леонид сегодня пригласил к нам в гости потому что сегодня я думаю ну мы не будем лукавить в нашей стране не могу сказать мы но очень многие люди отмечают день работника госбезопасности леонид здесь нас поправлял день чекиста именно поэтому этот человек сегодня здесь в студии доброе утро еще доброе утро серёж днем чекиста потому что я знаю что в среде профессионалов этот день так и называется ну да ну наверно это и оправданно я бы хотел поздравить всех ребят чекистов их семьи жён детей с этим на мой взгляд очень хорошим праздником спасибо спасибо серёж скажи пожалуйста ведь все началось в импел же не на пустом месте появился все же началось курсов усовершенствования оперативного состава но предтечи да это курс усовершенствования оперативного состава которые создавались опять же на базе по и по результатам великой отечественной войны когда необходимость была действовать в тылу врага да это знаменитые судоплатовское диверсионное четвертое управление да 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 это вот оттуда оттуда все я могу даже сказать что без преувеличения сказать значимые великие разведчики у например кузнецов тоже проходили часть подготовки на базе на базе так сказать центра подготовки которые последствия послевоенные годы перевез вкус курс усовершенствования оперативного состава серёж естественно что спецподразделение это жесточайший отбор вот ты когда впервые попал на эти курсы какая была там подготовка ты ни разу не пожалел что попал туда нет у меня даже такой мысли не возникало когда и пусть какого-то марш-браска или каких-то учения и уже нет нет но мы были молодые здоровенькие но ведь до курсов происходил профотбор да так сказать слабо слабых людей в чека не брали серёж вот скажи пожалуйста разговор с сергеем шестовым иногда может быть прерван паузой потому что будет задан вопрос на которой нет ответы по соображениям секретности он не всегда сюда просто секретности хотя этот элемент есть этики каких-то вот вопрос лоб в лоб он иногда заставляет задуматься серёж подготовка потому что после курса же был афганистан вот как вас готовили потому что мгновенно представляешь себе ножи летящие в мишень топоры летящие в муляжи но это наверно ваш броски по 60 километров несколько наверно примитивно ножи хотя и ножи и топоры и лопаты все что угодно было любую то есть любой осколок стекла кусок проволоки все это оружие в принципе да зараженный карандаш ведь если хочешь и заточенный карандаш и булавка и спичка все что угодно я хотел бы сказать что это просто школа выживания не таком общем плане до а школ выживания в экстремальных условиях в боевых условиях где жить тебе или не жить зависит миллисекунды да вот ситуация миллисекундами решается и если спортивное боевое до виды подготовки искусства но особенно которая сейчас культивируется есть время хоть минимальное но поразмыслить то искусство выживать в бою она вообще не подразумевает какой бы то мысли на осознание ситуации просто человек автомат то есть вот именно воспитывался этот автоматизм да и прививался и воспитывался и вдалбливался это это жизнь просто жизнь чтобы не быть голословным на себе не показывают говорят да пальцем но у меня была такая ситуация когда ствол мне уперся в живот ствол автомата произошел спуск да просто-напросто у противника боеприпасов уже не осталось вот так вот так мне повезло поэтому сейчас я говорю у меня в руках был пистолет ну исход определенная живое когда там думать когда-то уже слышал смерть до щелчок выстрела нет идет щелчок спусковой крючок в другой ситуации можно было поразмыслить нажимать мне на спусковой крючок или нет взять его живым или то а вот это же даже не доля секунды это происходило все на момент одновременно серёж ему меньше повезло ходят легенды о том как выпил овцы я буду называть выпил конечно называть выпил овцами об их потрясающей способностью строить схроны о каких-то совершенно невероятных марш-бросках в полной разведной диверсионные выкладки на десятки десятки километров и это при том что люди знали по два-три иностранных языка люди анализировали ситуацию и так далее и так далее то есть не лбом кирпич разбить ну да но не все не каждый знал по два по три языка преувеличивать тоже не хотелось бы но тем не менее подготовка была даже по нынешним меркам вот как бы она такой очень сложной категории марш-броски 150 100 километров день ну там не день скажем так потому что это марбросок не то что вот как марафонцы бегут там одну дистанцию все надо выполнять целый комплекс мероприятий это то о чем ты говоришь оборудование схронов встречи с условным агентом захват скажем там противника нападение на колонну на машину то есть комплекс мероприятий шел но тем не менее норматив был надо было уложиться например вы благо один из этапов был такой под тулой выбрасывали нас на парашютах до самолетов и до москвы то есть до базы косов это не москва балашиха вот эти вот 120 там с лишним километров надо было преодолеть полтора суток положить двое суток еще же ведь говорили мы сейчас прервемся что в тот момент когда вы выполняли вот это задание за вами охотилась милиция внутренние войска нет ну это конечно это поднималась так сказать все что шевелится или шевелится нас отлавливали нас должны были отловить а мы должны были скрыться и выполнить задачу продолжим сразу после небольшой рекламы доброго утра еще раз уважаемые радиослушатели понедельник сегодня у нас они обычные в день чекиста у нас специальные гости в нашей студии это леонид володарский и сергей 7 шестов ветеран спецподразделения вымпел полковник за пальцы руководитель международной общественной организации вымпел сегодня говорим о людях но мне кажется самой мужской профессии которая только может быть сергей и вот скажи пожалуйста то есть все учения всерьез потому что милиции внутренние войска ловят настоящих диверсантов нам нам не подыгрывали потому что все было на грани престижа их престиж был в любом случае нас отловить наш престиж был скрыться и выполнить задачи но скажи сереж вот расскажи пожалуйста потому что искусство построить скром вот объясни пожалуйста такой скром и как вы делали потом я так думаю что расстроен построили проезжает комиссия которая должна проверить как он сделал туда значит но это когда идут комплексные учения которые длятся достаточно продолжительное время ну скажем 15-20-30 дней до суток то одним из элементов есть такое оборудование схрона для группы допустим 14-15 до 20 человек ну да вот был такой случай когда схрон так и не нашли те кто должен был искать и и наш верховный наш руководитель юрий иванович дроздов это начальник нелегальной разведки начальника нелегальной разведки советского союза он уже вывел и ищущих и проверяющих ну так скажем условно на лесную поляну и сказал вот в радиусе 100 на 100 шагов здесь есть схрон собак да собаки не предусматривались по этическим причинам потому что мы тогда бы вынуждены были их нейтрализовать нейтрализовать вот а так они применяли все что для поиска этого схрона все что они могли применить схрон так и не нашли и он буквально смысле вышел на центральный люк этого схрона ну вот здесь в радиусе 10-15 метров можете найти ну было все в шутку ну как так может на этом месте как где она ну что вот невозможно и по условному сигналу по рации буквально из-под ног вылетела боевая группа так сказать и продемонстрировал что она вот она здесь но это была колоссальная работа очень трудная работа землю для которой выносили за 400 за 500 метров в ручьи чтобы смывала эту землю до землю закапывали дернам покрывали это была колоссальная работа это тонны грунта песка пересаженные деревья колоссальная работа а мне очень нравится мне ты и рассказывал да я думаю что если расскажешь это радиослушателям это будет интересно расскажи про историю смену с муляжом пожалуйста но это переросло потом в легенду но базировалась на реальном случае над марк бросок по условиям одного из товарищей один товарищ получает тяжелое ранение его надо нести командир группы который считал себя смышленным бросает этого человека не несет на контрольном пункте говорит вот товарищ нас погиб героической смертью вот и мы его схоронили как когда так сказать вернемся на свою территорию освободим мы его перезахороним командир начальник учения вы знаете я связался по рации с центром центр оценил героический подвиг погибшего товарища и велел доставить его тело для захоронения под кремлевской стеной и это надо было сколько назад вернуться у порядка там 15-20 километров надо было топать назад брать этот муляж это был муляж до борцов ну вернее ну да бар не борцовские до борцовский муляж достаточно тяжелый там до 70 килограмм вот и пришлось всей группе возвращаться выносить героического товарища для захоронения под кремлевской стеной прекрасно то есть центр оценил юмор центр юмор оценил все было в порядке серёж скажи пожалуйста для очень многих людей вход в афганистан это штурм дворца амина отрядами специальное назначение гром и зенит любите просил когда-то вот мы с тобой не 1 встречаемся для нас это не штурм дворца амина а это захват столицы всего как вот и серёж я и хотел продолжить свой вопрос но ведь это же было все гораздо шире это же была гигантская операция вот ты не мог бы рассказать какие объекты были выделены ведь это же не просто так прилетели высадились все захватили и кухня подъехала и все едят кашу но сейчас уже как бы секрет полишен или подготовка наша подготовка да я не говорю там за гроу там за другие виды спецподразделения наша подготовка начиналась весной подготовка заключалась весной 79 весной 79 подготовка заключалась в ведении разведывательных действий в наших целях целях действий спецподразделений буквально смысле ребята ну было конспиративное заселение на виллах там в определенных местах и ребята буквально смысле слова парами шагов измерили всю столицу изучили ну что карта были безобразные просто напросто они никому не нужны были эти кабульские карты да в военном плане не нам не натовцам и карта составлялась абы как поэтому парами шагов измерили все нанесли на самодельную план карту да на одной из шагов измерили большая план карта была точнейшие точнейшие промеры отмечали где что находится вот и таким образом вот ну не только в этом заключалась подготовка там другие виды работ проводились а сама операция произошла тогда когда она произошла до декабре вот и многих обывателей да ну вот нормальных людей считается что произошло событие захват дворца амина это важная важная часть задания была да не сам дворец а тот у там находился амин находился бы он другом месте и другое место но ведь операция шла по захвату всей столицы это и тюрьма это и генеральный штаб министерства обороны там все все объекты но и более того по всей стране местах дислокации дивизий армии афганские афганских присутствовали наши люди под прикрытием которые в некоторых случаях даже в момент этих событий и не допустили выхода подразделений после новостей новостей спорта продолжим доброе утро продолжаем наш разговор в студии сегодня у нас леонид володарский и сергей семёнович шестов ветеран спецподразделения вымпел руководители международной общественной организации вымпел и в день чекиста не могли не пригласить этого человека сегодня сюда леонид позволил нам это сделать во всяком случае продолжаем наш ну мне кажется очень интересный разговор серьезно значит вот войск в афганистан был грандиозный по масштабу успешной чекистской войсковой операции можно так сказать да непревзойденная бы еще добавил потому что американцы в ираке попытались устроить нечто подобное да не шибко получилось не ну в конце концов получилось но в конце концов получилась такая грубая силовая дистанционная операция военная операция серьез когда ты первый раз попал в ганистан в августе 80-го в августе 80-го как вы тогда назывались каскад мы тогда были каскадерами это было тоже но очень грандиозная опять же я говорю своей колокольни до операция но представь себе 8 отрядов каждой численностью от 150 до 300 человек отряды забрасывались по воздуху только один одна группа вошла один отряд вошел через термезда через сухопутную границу но это даже по по масштабам она такая впечатляющая красочная операция была но заброска одного отряда это 78 тяжелых самолетов и по 76 он ты со своей техникой вообще живучесть отряда была рассчитана на полгода ну допустим среднем 200 человек отряда один из отрядов для этого автономного существования для этого нужна была вся бронетехника все средства обеспечения кухни боезапас но тут достаточно серьезно только по одному а здесь 8 отрядов забрасывалось и сделали все сделали потруд без срыва без потерь без всего и расползание на свои места базирования кто непосредственно сразу прилетал там где позволяло условия приземления тяжелых самолетов в основном через кабул серёж и сразу же боевые действия для вас начались или у вас было время на разведку вот ли можешь не поверить когда только прилетели вернее уже я был джалабаде зона наших ответственности было джалабад 3 провинции на нам гархар кунар и метролом вот на третий день я уже со своей группой а это был отряд тибет и он разбит был на 7 групп я уже своей группой вышел на первой операции ночную но у вас уже были разведданные но трудно их назвать разведданными конечно так вот для пафоса давать разведданные но это данные слабо проверенные не точные ну вот практически для нас они были никакие последствия рассказывать об этом другой разговор но реально для это было достаточно экстремальное тяжело хотя молодость энтузиазм желание так и действовать этого вас хоть отбавляй вас отличали как-нибудь мы не знали у вас были какие-нибудь да то что и цветных берет не было точно ничего да не было чтобы вас отличало с кем только нас не путали да и вернее как-то визуали вплоть до того что это кубинские команды а так все что угодно но только не не армия да там все понятно все поэтому сериоз естественно возникает конкретный вопрос из того что можно из того что рассекречено операции птасты говорил что ты собираешься рассказать про уникальную операцию надо когда-то что-то можно начинать и говорить да у нас была опорная бригада 66-я бригада да ну было в каждой в каждой зоне то ли дивизия то ли бригада советские и она стояла на берегу славной речки кабул не столица кабул река есть кабул которая из течет пакистан она достаточно широкая будет 150 200 300 400 метров да даже в самое вот мелководие до самый сезон а на другом берегу располагалась населенный в населенный пункт располагался у усвали гошта противника это на духе были да и не только духе те кто им советовал принципе правильно решили что пункт на очень населенный был гражданскими людьми и ближайшая переправа чтобы на то было через жалобат но километров 10-15 и вот это место вот да они в населенный пункт они избрали как наблюдательный пункт за бригадой и бригада буквально смысле не могла ни одним транспортом выйти не говоря уже брови техники идет уазик и уже сведения о том что из бригада какая техника выходит оповещалась все по радио даже не скрывалась да там в открытом радио эфире язык говорили у них была техника наблюдения ночного давно в ночное время техника западная не было там получше нашим по многим параметрам наблюдения они знали все номера всех машин вот все вот все познавательные признаки командирской машины командира бригад и это создавало огромные трудности потому что сковано было движение вот какое-то оперативное скрытое движением и ничего не могли сделать бомбить нельзя обстреливать нельзя этот густонаселенный пункт вот до них добраться как-то в любое движение они и сразу ну и вот моя группа один из моих офицеров нашел решение задачи правда пришлось полмесяца нам повозиться подготовиться скрыто в ночное время знаю что и ночью за нами наблюдают под благовидным предлогом под видимым такой демонстрационным предлогом мы забазировали батальон скрыто на на территории бригады мы скрывали свой батальон это надо было умудриться да они же отслеживались армейские палатки они как стояли так стоят как положено и надо было укрыть батальон спрятать мы спрятать спрятали этот батальон а изюминка была в том что вертолетный полк находился в аэропорту джалла бада подлетное время было семь минут репетировали только не на этом месте а на других объектах от репетировали слаженность то есть работали с вертолетчиками на но как часики отработали буквально до 10-15 секунд погрессность у нас была в рассветное время определяем время во время чьи вертолеты приземлились на территорию бригады это надо еще было площадки подготовить высаживалась ты садилась три-четыре вертолета тоже надо было маскировать это все да легендировать загрузили туда значит батальон и на два фланга на правой и на левой через семнадцать минут преодолели всю эту реку и высадились там да и накрыли ну да простят меня там ценность в общем потери противника были более трехсот штыков одномоментно в течение двух часов триста супостатов были ликвидированы и потом когда я уже из афганистана уехал они в это место удобнейшее место за для для многих вещей они как проклято обходили вообще-то мне появлялись серьезно а еще да почем изюминка ну корреспонденты разных газет всегда находились да там ну естественно хлеб надо искать надо информировать не население я не знаю даже кого информировать и да там мало информации уходило вообще по афганистану тем не менее были вот корреспондент литературной газеты наслед мы-то высадили быстренько так а вот на следующий день уже бронетехника подтянулась и началось вот этот медленная так сказать медленная работа кстати в чем весь цимисто вышла газета литературная под заголовком афганская доблестная армия ликвидировала а он ли вот и и описывает что она ликвидировала хотя его подташнивал потому что за ночь трупный запах появился но тем не менее он лежал в пыли среди армии афганской доблестной армии вот и сам воевал понятно понятно а уже война ночью кончилась она кончилась началась и закончилась на рассвете на рассвете наши потери один солдат один солдат сереж а что произошло помнишь с этой лаборатории по производству наркотиков ты где рассказывала вот этот настолько изящно расскажи пожалуйста ну в сознании сознание афганцев она наверно все понимают что она отличается от нашего сознания да у меня был мой товарищ ну в кавычках вы назовем в прямом буквально смысле слова откально который искренне считал что деньги надо для вооруженной борьбы с супостатом да с муджахедами и душманами не только от армии российской до советской стороны получать в виде там подачи а надо самим зарабатывать и он мне рассказал что вот он купил приобрел оборудование для производства героина потому что теряк это средств опийный да это невыгодно это тонна этого а вот когда переработаешь на месте то это уже десятки килограмм там сотни килограмм вот и очень хороший бизнес но мне его отговаривать вот так внушать ему советские принципы да там нельзя аморальные прочее но не с руки было я же понимал что ну кому я это буду внушать ну я как бы косвенно его да да поддерживал а он был окрылён что его поддержали но а что то же надо делать в общем создал такую ситуацию что духи и сами и накрыли его этот завод ну я понимаю да 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 кто-то где-то что-то сказал информация дошла ну да там ну в общем мы потом сожалели что такой выгодный проект по добыванию денег помощь советской армии да 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 чтобы ее не оголять разрушены было такое мероприятие а он естественно его боевой дух это его вот боевой дух он кстати он погиб и погиб в бою вот я говорю о ментальности для них это норма это на может добывание денег это же это нормально сколько серёж ты провоевал вы будете станет но я там вот по календарю я там четыре года ну да с отдыхом конечно я выезжал два раза я выезжал но сегодня много ну в принципе в принципе много но тогда у мая моя такая ситуация была что я бы там может и еще остался ну так нормально да у меня отец воевал всего полтора года во время великой отечественной ну дед правда там два года в оба породения ушли а я вот вот побольше такие дела но мы еще продолжим совсем совсем скоро после рекламы будет у нас совсем немножко времени у нас сегодня в гостях леонид володарский сергей семенович шестов ветеран спецподразделения вымпел полковник запаса руководитель международной общественной организации вымпел а сегодня в день чекиста в день работника госбезопасности говорим но на самом деле они легком наверное труде людей в погонах которые каждый день я уж не буду там высокомерных каких-то слов говорить но действительно и сейчас эти люди на работе несмотря на свой праздник и несмотря на то что леонид говорит что именно сегодня они должны получить очередную заработную плату все-таки вышли на работу и находятся на свою нас в том месте где они должны находиться для того чтобы мы во всяком случае мы с вами здесь могли спокойно с вами разговаривать беседовать и разговаривать буквально после рекламы совсем совсем скоро продолжим доброе утро в москве трудный понедельник продолжает москва стоять в пробках в снежных в гостях у нас сегодня леонид володарский и сергей семенович путешествов ветеран спецподразделения вымпел руководитель международной общественной организации вымпел но у меня вопрос наверное обывательские до в последнее время наверное на лентах информационных агентства вымпели говорили в связи с той трагедией которая случилась совсем небольшом мастинском городе беслан где насколько я понимаю сотрудники спецподразделения вымпел и сотрудники спецподразделения альфа по факту на себе выносили детей да и из этой объятый ужасом просто-напросто школы и вопрос на самом деле обывательских очень мало мы говорим об этих людях которые погибли да по факту закрывая своими телами своими жизнями этих маленьких детей очень много информации было об этом из той стороны из другой понятно очень много журналистского в это было все внесено но в целом вот понять не то что психопортрет человека до который сейчас я так понимаю вы ветеран хотя очень много говорят о том что бывших сотрудников органов госбезопасности не существует и нет эти люди наверняка живут и продолжают жить этим сейчас эти ребята которые заменили вас и пришли эти молодые парни которые каждый день также и насколько я понимаю да выходит назовем это боевым дежурством кто эти люди на каких принципах что ими движет вообще просто понять то что в реальной в жизни в я такой в метро мы этих людей никогда не встретим просто понять ради чего они это делают потому что уж очень у нас все смешалось страна живет какой-то одной жизнью обыватель другое абсолютно другие векторы там нашего понимания что нам нужно в жизни потому что но просто напросто совершить подвиг в наше время мне кажется это что-то из-за безрассудства какому-то для нас это была самая тяжелая потеря вот именно когда офицеры альфа и вымпела своими телами прикрывали гражданских людей в основном детей мы вот в начале передачи говорили о подготовке до системе подготовки и я говорил о том что даже нет миллисекунд не дали миллисекунд нет возможности и необходимости думать и когда сложилась вот такая ситуация когда никто ведь команды не давал прикрывать да там прикрывая отходить подставляя себя и тем не менее практически все на кто был на линии огня выполнили эту функцию это вот система подготовки вот но а без любви к родине любая система подготовки до суперменов там буфалов готовят готовь там рейнджеров или как там французов французов этих спецгрупп и дарми и иностранный легион иностранный легион они ведь никогда себя подставлять не будут ради других любовь к родине и система и выучка подготовка вот подготовка да вот людей автоматизм серёж у меня к тебе вот какой вопрос многие считают что советский союз проиграл войну в афганистане по моему это совершенно не так ну вот твое мнение кому-то же надо говорить у нас же много говорунов которые если не будут говорить то они ничего не стоят советский союз не проигрывал создалась такая обстановка надуманная считаю обстановка когда и приняли решение выводить прекратить войну прекратить и проиграть это разные вещи сказали прекратить войну приказ надо выполнять вот и прекратили войну все а никто не проиграл короткий вопрос от нашего радиослушателя спецслужбы попадают только проверенные люди не просто проверенная проверенные тысячу раз откуда же тогда появляются люди которые используют свою ксивую связи в целях личной наживы а не для того чтобы выполнять свою многотрудную работу почему их не отсеивают на начальном этапе неужели нет специальных методик ох за все спецслужбы не буду говорить они настолько многообразны в российское время раньше раз-два и обчелся сейчас спецслужбы что не ведомство то спецслужбы поэтому я ограничусь именно своими товарищами молодыми товарищи вымпела там отсев бывает бывает тоже отсев идет автоматически на поле боя я не говорю о гибели человека да человек проявляет себя в реальной обстановке трусость жадность все что угодно поэтому вымпели горжусь этим не в наше время не сегодня нет ни одного дай бог ни одного прокола ни одного поддонка из кто бы носил имя выпил спасибо большое спасибо большое